Хотелось бы на 100%, но укомплектованы на 80%, говорит главврач Калманской ЦРБ. ФАПы в нескольких деревнях вообще без врачей. Молодые специалисты, а таких здесь треть, если и приезжают, то часто как земские доктора или целевики. Сейчас вообще все вузы работают именно как раз нацеленные на госзадания, на ситуацию, которая требует выпускников. И мы как раз относимся к медицинской образованию и отличается тем, что у нас около 70% целевой формы обучения. В этом году ждем, к нам должен прийти один целевик, именно в врачебную амбулаторию, поселок Алтай. Уже договоренность есть, мы ее ждем, она приходила и практику у нас постоянно отрабатывала молодой доктор. О том, что спустя 5 лет после отработки почти все целевики уезжают, главврач говорит уже без энтузиазма. Молодой анестезиолог спустя всего 3 года думает о перспективах. Хотелось бы расти дальше, увидеть более высокую, скажем так, технологичную медицину, более актедоступную, другие методы какие-то диагностики, анестезия и так далее. Здесь используются другие абсолютно технологии, те, о которых я обучаюсь в Барнауле даже и не слышал, которые я никогда не видел. Естественно, я был с ними незнаком, попадая в свою сферу, в стоматологию, на этом приходится обучаться, скажем так, уже в ускоренном ритме. Уезжают за новым, современным, за обучением и практикой, и не секрет, за заработком. Из деревень едут в Барнаул, из Барнаула в Питер, в Москву, иногда в соседние регионы. Многие остались бы, но при определенных условиях. Достойная зарплата, достойное жилье, возможность учиться детям. Недавно министр здравоохранения региона Дмитрий Попов вновь поднял тему дефицита кадров и заявил, условия создают, ну или пытаются это делать. С 2019 года медицинским работникам Алтайского края предоставляется ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату аренды жилья. В настоящее время вышеназванную выплату получают 103 медицинских работника. В крае предоставляются меры социальной поддержки медицинским работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в форме оплаты жилищно-коммунальных услуг. В 2020 году воспользовались данной меры социальной поддержки около 9 тысяч человек. А люди все равно уезжают, причем не только врачи, но и педагоги, за лучшей жизнью. Этот факт многие называют катастрофой и предлагают пути решения на федеральном уровне. Государство должно четко контролировать. Да, мы говорим о достойной заработной плате учителя и врача. И она должна быть действительно достойной заработной платой, но не только в Москве, не только в Санкт-Петербурге. Она должна быть и в городе Барнауле, и на селе, и в Панкрушихе, и в любом другом районе Алтайского края. Она должна быть достойной по всей стране. Ну а пока молодые врачи отрабатывают свой срок в деревнях и райцентрах и со всех ног. Стремятся убежать туда, где нет необходимости выполнять не только свою работу, но и еще пятерых недостающих коллег. Где есть возможность за свой труд достойно получить и жить, а не существовать. Остаются единицы со своей особой личной историей. Как говорят, где родился, там пригодился. Вот это как раз та ситуация. Татьяна Голубева, Нарышагирова, Александр Антропов. День с толком.